Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о самой шумной новинке от компании Realme, ведь сейчас о новом Realme 13 Pro Plus кричат прям изо всех щелей. Так новинка должна получить производительное железо, обновленный дизайн, много памяти и самые передовые камеры, способные заткнуть за пояс сразу 100 зеркалок. Ребят, сейчас на просторах интернета у них утихают слухи и утечки о новом народном монстрокамерафоне от компании Realme. Как всегда, агрессивный маркетинг во всей красе, смартфон уже полностью слит как по технической составляющей, так и по внешней, в Индии его вообще уже вовсю снимают местные блогеры, так что мы знаем о смартфоне всё. Но видно и этого было мало, так Realme начали даже немного перегибать палку. Надеюсь вы уже натыкались на новый ролик в сети о Realme 13 Pro Plus, в котором он разносит в щепки сразу 100 топовых зеркалок. Не, не спорю, по части камер Realme в последнее время действительно стали довольно крепкими и способны выдавать неплохое качество снимков, плюс опять же они в средний сегмент завезли адекватные телевички и расшевелили рынок. Кстати, по поводу рынка, вот смотрите ребят, это по всей видимости главный конкурент Redmi Note 14 Pro Plus, как можно заметить, тоже будет с телевиком. И кстати, также с аккумулятором около 6000 мАч. В общем, Бибикевичи сейчас начинают тормошить рынок и заставлять конкурентов шевелиться. Так вот, на видео в различных условиях камера Realme 13 Pro Plus демонстрирует качество снимков на голову выше топовых зеркалок. Правда, если присмотреться к мелочам, то всё, конечно, не так однозначно. Во-первых, где показывают дистанцию в 3 метра, там явно не 3 метра, а все 6. Так зеркалки стоят ещё на 1-2 метра дальше. В сравнениях видео показывают только самые бюджетные всех представленных, хотя в тени видны и реально крутые топовые решения. Да и те камеры, что сравниваются в видео, вообще без зеркалок. В пестреющих заголовках указано, что битва сотни зеркалок. Ну вот, опять же, есть много нюансов, но если их отбросить и поверить, что так всё оно и есть, хотя, опять же, те камеры нацелены на передачу естественной картинки без приукраски, как в смартфонах, то общая итоговая картинка с Realme-шки точно должна зайти многим, ну, не сильно требовательным пользователям. Основное, как всегда, покажут наши тесты и сравнения. Ну и да, ребят, я, как всегда, никого ни к чему, конечно же, не призываю всегда. Слушайте только себя и берите только то, что вам лично больше по душе. Я же, опять же, просто рассказываю вам о новинках мобилостроения, которые лично мне, на мой взгляд, показались интересными. Ну и сейчас я максимально кратко и содержательно постараюсь вам обо всём рассказать. Итак, по многочисленным сливам и утечкам сердцем нового Realme 13 Pro Plus станет, но я бы не сказал, что суперпроизводительный, однако довольно удачный в плане температуры и троттлинга Snapdragon 8s Gen 2. Хотя, опять же, возможно, это для младшей модели. И, по сути, это, ну, тоже железо, что ставится в предшествующем Realme 12 Pro Plus. Но, опять же, не сказать, что это прям провал. Так раз таки для камеры и повседневной работы его хватает точно. Но вот с упором под игры, ну, тогда лучше присмотреться к более старшим решениям, ну, например, к тем же GT-шкам. Они вообще сейчас балансные, и по части камер, в принципе, норм, и по железу, и по автономности. А если ещё и сэкономить посильнее, то GT Neo 6 и GT Neo 6 SE, которые, по сути, по железу то же самое, только с немного, так сказать, непереименованными на новый лад камерами и ценником от 22. Объём оперативки нашего героя будет, как всегда, от 8 до 12 иглов и накопитель от 256 иглов до 512. Питает всё это дело, кстати, баночка вроде как на 6000 мАч. В некоторых утечках говорится 5200 мАч, но, скорее всего, путаница связана с тем, что одна модификация смартфона получит одну ёмкость, а другая старшая другую. Что касается экрана, то тут всё один в один, как в предшествующей модели. Экранчик действительно топовый, очень яркий на 120 Гц, но без каких-то там супер нововведений. Но, в целом, если не придираться, то всё окей. Фронталка будет на 32 Мп, как всегда, в дисплее, сверху по центру, а вот основная про апгрейджена. Опять же, будет 50-мегапиксельная камера, но поколение от Sony это довольно крупный LUT701. Пока что эксклюзив для Realme. А также будет трёхкратный оптозум, тоже от Sony, это Sony MX882. И, скорее всего, также на 50 Мп, в некоторых утечках на 32. Про ширик до сих пор нет конкретики, а значит, подозреваю, он будет на 8 Мп, и всё как всегда. Ну и опять же, очень много крутых рекламных постеров, роликов, посвящённых камерам нашего сегодняшнего героя. Главное, как говорится, чтобы не перестарались и сильно не завысили градус ожидания. Так в этот раз и конкуренты не дремлют. Что ж, скоро протестируем, сравним и всё узнаем. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, свежую версию Realme UI 5-го поколения на 14-м андроиде. Также смартфон получит стереодинамики, больше возможностей искусственного интеллекта камеры, некоторую защиту от брызги пыли и, конечно же, NFC. Что по ценам, то тут пока что точной информации нет, но течь, как говорится, о стартовой версии на 8.256 за 289 баксов. Но это, опять же, у себя на родине в Китае. Глобалочка, разумеется, будет стоить ещё так на 100-150 баксов дороже. Что ж, ждать смартфона осталось недолго, его, опять же, должны представить в ближайшие две недели. И там посмотрим, что же он будет из себя представлять на практике. На этом моё новостное видео подошло к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok